Мы рассказываем о том, что происходит в Украине и мире. В студии работает Дарья Вершиленко. Доброе утро. Доброе утро. Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать. В день поездки Владимира Зеленского с послами G7 на передовую погибли два украинских военнослужащих. Снайперы обстреляли позиции возле Зайцева и юго-западного пригорода Донецка. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Сегодня в зоне проведения ООС пока спокойно. Организованной провокацией назвал снайперские обстрелы на Донбассе руководитель офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, туда приезжают профессиональные бойцы и когда убивают наших людей, вести любые переговоры невозможно, отметил руководитель офиса главы государства. Последовательное выполнение договоренностей в нормандском и минском форматах является залогом мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. С таким заявлением выступила украинская делегация на заседании Совета безопасности ООН. Европейские страны-члены Совбеза ООН выразили поддержку Украине и обвинили Россию в эскалации ситуации на Донбассе. Речь в частности шла о нарушениях перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, блокирования работы КПВВ и недопуски миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций на неподконтрольную Украине территорию. Прошлый год принес радикальное сокращение нарушения режима прекращения огня, но последние тенденции показали, что будет трудно поддерживать относительное спокойствие на линии фронта, если мы будем оставаться заблокированными в гуманитарных и политических вопросах. Поэтому настало время проявить приверженность и ответственность всем сторонам. Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия и Германия, к которым сегодня присоединились Норвегия и Великобритания, полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы решительно осуждаем продолжающуюся дестабилизацию некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом могут пересмотреть уже в этом году. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль после седьмого заседания Совета Ассоциации Украины ЕС в Брюсселе. Глава правительства подчеркнул, процесс пересмотра соглашения уже стартовал. Угоду нужно привести к тех стандартам, к тех параметров, которые на сегодняшний день действуют на территории Европейского Союза. Также рассчитывать те изменения и реформы, которые происходят в Украине. И поэтому, на самом деле, это работа, которая будет продолжать, очевидно, в этом году. И я надеюсь, что в самый короткий термин мы сможем переглянуть угоду и подписать все необходимые изменения. В то же время комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Варгии сказал, что соглашение достаточно гибкое и позволяет расширять сотрудничество Украины и Евросоюза. Также он предложил Киеву рассмотреть другие варианты партнерства. Мы не считаем, что нужно вносить поправки в соглашение. Оно очень динамично, по характеру, но мы готовы рассмотреть и другие направления сотрудничества, если Украина готова подключиться и взять на себя обязательства, которые предполагает это расширение. Развитие санавиации, метеослужбы и проекты по безопасности – это три ключевых направления, на которых сосредоточится в этом году Министерство внутренних дел Украины. В технической модернизации помогут западные партнеры. В этом году ведомство планирует получить 28 вертолетов. Кроме того, Франция передаст современные катера и технологии по производству скоростных судов. Главная цель обновлений в министерстве – сохранить жизнь украинцев, заявил глава МВД Арсен Аваков. В этом году вместе с Министерством охраны здоровья мы предлагаем систему аэромедичной эвакуации и поддержки транспортологии с получением той самой авиации МВС. Это существенно повысит уровень отдыха экстренной медической помощи в регионах, что наиболее 7 миллионов украинцев смогут отримать максимально быстрый доступ к особенностям медической помощи в ситуациях, что загрожит их жизнь и здоровье. Верховный суд открыл производство по иску об отмене санкций против народного депутата ОПЗЖ Тараса Казака, в результате которых было прекращено вещание трех телеканалов. Истец указал, что нарушено его право на получение информации. Суд решил это проверить. Заседание назначено на 15 марта. Это был третий иск против санкции. Накануне два обращения суд отклонил. Напомню, в начале февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о персональных и экономических санкциях против Тараса Казака и связанных с ним юридических лиц сроком на пять лет. Под ограничения попали украинские телеканалы 112 Украина, ЗИГ и Ньюзван. Их вещание заблокировано. Глава государства накануне подчеркнул, что каналы прекратили вещание из-за пророссийской пропаганды. В Украине планируют восстановить свое производство вакцин. Программа уже на утверждении в правительстве, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Лешко. На выпуск вакцин заложено 100 миллионов гривен. Он отметил, это сложный процесс. В нашей стране пока не хватает мощностей. Два десятка мобильных бригад готовы к вакцинации в Донецкой области. В каких пунктах будут прививать и какой вакциной, расскажут наши корреспонденты. К вакцинации готовы. Прививать от коронавируса в Донецкой области будет два десятка мобильных бригад. Одна из них работает на базе Мариупольского центра первичной медико-санитарной помощи номер два. Мобильная бригада будет выезжать, и по другим подклиникам работать будем мы. И по городу вообще будем работать, выезжать. Если кто-то не может прийти на вакцинацию, то можем выезжать мы и делать вакцинацию на месте уже. На прививку от COVID-19 записалось уже более 200 мариупольских медиков. Первая в очереди врачи и медсестры, которые и будут проводить вакцинацию. На данный момент составлено количество поименно список медицинских сотрудников, которые непосредственно работают в ковидных отделениях. Это сотрудники, которые работают в мобильных бригадах по вакцинации. И те сотрудники, которые изъявили желание, потому что это добровольная вакцинация. Первая партия вакцин от коронавируса, вероятнее это будет препарат от американского Pfizer, ожидают в Украине уже в середине месяца. Из аэропорта Борисполь дозы перевезут на склад в Донецкую область. Прививки будут делать на базе 34 амбулаторий. Перед иммунопрофилактикой обязательный осмотр. Почему же врач и ездит вместе с нами? Он осмотрит больного, поставит ему, можно делать ему прививку или нельзя. Полностью анамнез выяснит, потому что может человек до этого уже температурил, болел накануне вакцинации. Естественно, тут показания уже врач смотрит. Как сообщали ранее, в Минздраве международная инициатива COVAX предоставит Украине 8 миллионов доз вакцины от коронавируса. Этого хватит, чтобы привить 4 миллиона украинцев. Влад Ацурка, Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь. Твой дом. Канал Дом ТВ, сайт нашего канала. Там еще больше информации о происходящем вокруг. Спасибо, что смотрите Дом. Тут всегда ждут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин